Электронные визы для иностранцев, цифровой рубль для россиян. Что еще меняется в нашей жизни с 1 августа? Кусочек Европы, Новой Зеландии и Китая. И все это в Алтайском крае. Кинопродюсеры рассматривают регион как площадку для киносъемок. Семейная история футбола, повлиявшая на всю страну. В Барнауле открыли мемориальную доску на доме народного тренера Геннадия Смертина. Бросают на остановках и в непосредственной близости от пешеходных переходов. Самое распространенное нарушение при парковке электросамокатов. Сегодня депутаты Барнаульской городской думы, специалисты комитета по дорожному хозяйству провели рейд по улицам Барнаула, чтобы проверить, насколько любители прокатиться с ветерком соблюдают новые правила благоустройства. От края остановочного павильона до самоката полметра, а должно быть минимум пять. Правила размещения самоката в районе диагностического центра нарушены. Возле Барнаульского вокзала тоже есть к чему придраться. От самоката до пешеходного перехода два с половиной метра. Вдвое меньше, чем положено. Сдвигают самокаты на безопасное расстояние. Делают это депутаты в ходе рейда. В порядке исключения. Ответственность за хаотичную парковку лежит на шеринговых компаниях. Они должны наводить порядок за клиентами, которые порой бросают самокаты, где придется. Представители шеринга заверили, что в считанные часы самокаты будут убраны. Постоянно, практически круглосуточно работают наши сотрудники. Они расставляют самокаты, проводят техническое обслуживание самокатов и, соответственно, выставляют их по всем нормам по улицам. Работа эта не прекращается, она постоянная. А постоянная она почему? Потому что не все пользователи выполняют правила, которые установлены администрацией. С июня этого года в Барнаульской думе после многочисленных жалоб горожан утвердили правила размещения средств индивидуальной мобильности. По правилам, они должны размещаться в строго отведенных местах и не нарушать расстояние от, например, пешеходного перехода, от остановки. Расстояние должно удерживаться 5 метров, от пешеходного перехода 5 метров. А также они должны находиться на тротуарах шириной менее 2,25 метра. На сегодняшний день в Барнауле свыше 2000 самокатов. Со стартом теплого сезона они буквально заполонили городское пространство. Многие оценили удобство передвижения на них. В то же время другие жители стали жаловаться, что пройти по тротуару стало сложнее. Спустя несколько месяцев после утверждения правил размещения в городе стало спокойнее. Сейчас, с учетом нашей совместной работы с руководителями прокатов электросамокатов, а также внесенных изменений в правила благоустройства, мы видим, что ситуация на самом деле стабилизировалась. И у нас жалоб комитета за последние 2 месяца практически вообще не поступает. Какие-то совсем единичные случаи. За нарушение правил парковки рублем не наказывают. Но власти готовы, если потребуется, выйти с инициативы административного воздействия в краевой парламент. Мы считаем, что необходимо проработать и законодательно. Вот то, что не могут применять депутаты. Не можем внести решение мы, депутаты Барнаульской городской думы. Но, скажем, в части, если идет несоблюдение этих требований, то необходимо, конечно, какое-то наказание. Здесь нужно нам предусмотреть. Напомним, помимо остановочных павильонов и пешеходных переходов, самокатчикам также запрещено парковаться на газонах, цветниках, велодорожках, а также на территории памятников и мемориалов. В Краевом психоневрологическом диспансере показали, как их маленькие пациенты встают на ноги. Первые шаги для особенных детей – это всегда многолетний труд родителей и врачей. Но за всем этим стоят и маленькие помощники, ходунки, тренажеры, оборудование для развития моторики. Подробнее об этом в нашем сюжете. Каждый шаг уже достижение. В этих стенах эти маленькие герои учатся преодолевать себя и быть такими же, как их ровесники. В Краевой психоневрологический детский санаторий попадают с разными диагнозами – ДЦП, последствия черепно-мозговых травм, инсульта, клещевого энцефалита. Миша уже пять лет приезжает сюда, чтобы развивать конечности рук и ног, учиться стоять и радовать успехами маму. Если первый класс мальчик окончил на домашнем обучении, то во второй пойдет вместе со всеми – в настоящую школу. Мы до двух лет вообще практически лежали. А потом начали ползать и потихоньку вставать, ходить. Все вот эти занятия, упражнения, растяжки, ЛФК, массажи – это очень физиолечение тоже. Недавно в санатории по федеральной программе закупили новое оборудование для нейрореабилитации. Так в отделении появились новые функциональные кровати, на которых удобно лежать детям с самыми разными двигательными нарушениями. Приобрели тренажеры для силовой тренировки, развития моторики, а также ходунки, на которых дети делают первые шаги. У нас есть девочка с церебральным параличом, которая у нас впервые в нашем санатории находится на реабилитации. Если при поступлении она даже не имела функции опоры на нижние конечности, то сейчас, используя в том числе и данные ходунки, ну это как техническое средство реабилитации, мы научили ее стоять в этих ходунках и делать уже несколько шагов. На все оборудование ушло 6 миллионов рублей, а вот польза от них бесценна. В этом уже убедились многие мамы особенных детей. Первый раз мы приехали, он стал на четвереньки пополз, после первого раза, стал пытаться садиться. Сейчас мы вот пытаемся с палочкой, чтобы он начал уже ходить, все ждут. Ну и он тоже, конечно, этого тоже очень хочет, чтобы сам ходить уже как-то, ну более самостоятельно быть. За год реабилитацию здесь проходят более полутысячи детей. И, кстати, приезжают они не только из других районов края, но и даже из других регионов страны и ближнего зарубежья. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Электронные визы для иностранцев, цифровой рубль для россиян, индексация утилизационного сбора за автомобили. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 августа, расскажем далее. Работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуальный и зависит от пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Так как повышение не может превышать 3 баллов, а стоимость одного балла немного превышает 127 рублей, максимальная прибавка к пенсии составит 400 рублей. Никаких заявлений пенсионерам писать не нужно, перерасчет будет автоматическим. Пожалуй, самое громкое нововведение августа – появление в России цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и хранится на специальном электронном кошельке. Оператор платформы цифрового рубля – Банк России. Пока такие рубли будут тестировать кредитные организации и юридические лица, в широкое обращение цифровой рубль поступит в 2025-2027 годах. В перспективе с помощью него можно будет совершать любые привычные покупки. С 1 августа иностранцы смогут приезжать в Россию по электронной визе. Она позволит однократно въехать в нашу страну в качестве туриста по деловым вопросам, а также для участия в научных или спортивных соревнованиях. Срок ее действия – 60 суток с момента оформления и не более 16 с момента въезда в страну. Услуга доступна жителям 52 государств. Еще одно нововведение касается автомобилей. Причем некоторые эксперты считают, что после него иномарки в стране могут подорожать. С сегодняшнего дня повышается утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Изменения затронут ввоз импортных новых и бывших в употреблении автомобилей юридическими лицами. В среднем ставка утилизбора на легковые машины будет проиндексирована в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. На стоимость отечественных авто нововведение не повлияет. Татьяна Голубева, День с толком. Информационная безопасность и искусственный интеллект. Развивать эти направления на базе Алтайского технического университета заинтересованы представители Индии. Они посетили наш край с целью знакомства с образовательным учреждением. Представители солнечной Индии впервые с визитом в техническом университете. Высокие гости представителей Индороссийской торгово-промышленной палаты присматриваются к Алтайскому вузу. Университет занимает достаточно большую площадь в центре города Барнауна. Корпусы, филиалы, общежития. Гости внимательно слушают про инфраструктуру и развитие университета. Сегодняшняя встреча должна стать первой в ряду долгого сотрудничества. Сейчас в техническом вузе обучается 10 тысяч студентов. Около тысячи из них иностранцы. К сожалению, сейчас у нас нет студентов из Индии. Мы очень хотели бы, чтобы они в Москве везли. Антиблина есть? Кто? Антиблина есть здесь? Раньше были, да, у нас были. Алтайско-индийское партнерство серьезно нацелено на образование. К примеру, в сфере информационных технологий. У нас была подготовлена несколько лет назад магистрская программа для индийских студентов. Программа была посвящена большим данным и искусственному интеллекту. Но, как вы понимаете, ковид немножко у нас все отодвинулось. Но, тем не менее, программа есть. Она, можно сказать, находится на низком старте. То есть ее возобновить можно в любой момент. Готов преподавательский состав, готов учебный план, готовы места в общежитии. Еще один приоритет – информационная безопасность. По мнению представителей Алтая и Индии, страны уже могут работать над этим направлением в формате командных международных игр. В частности, чемпионате по CTF. И это не все, что заинтересовало гостей. Кроме того, вызвало интерес наш инженеритговый центр «Химбиомаш». В частности, все, что связано с производством и испытанием продуктов питания, так называемой, пищевой безопасностью, представляет интерес нашей разработки в области химии, в области фармации, в области производства медицинских препаратов и медицинского оборудования. После рабочей встречи стороны будут более детально обсуждать, каким образом и по каким направлениям начнется образовательное сотрудничество Индии и Алтайского края. Сегодня в Алтайском крае стартовала ежегодная акция «Соберем детей в школу». В ее рамках в муниципальных образованиях региона открываются благотворительные ярмарки, куда каждый может пожертвовать одежду, обувь, канцелярию для нуждающихся детей. О местонахождении пунктов приема одежды и обмена этой одеждой канцелярских товаров можно узнать в Управлениях социальной защиты Алтайского края по месту жительства, либо в комплексных центрах по месту жительства. Но информации достаточно много. Помимо этого, можно обратиться в контакт-центр министерства по единому номеру 8 800 100 001 и, соответственно, проконсультироваться о том, где эту помощь можно получить. В Министерстве социальной защиты региона подчеркнули особое внимание уделять семьям в социально опасном положении, а именно тем, в которых родители не всегда ответственно относятся к своим обязанностям. Таких семей в крае 3,5 тысячи. Соцработники проследят, получают ли эти семьи помощь и тратят ли денежные средства именно на детей. На Алтае сейчас адресно помогают и многодетным. Только в нашем регионе на подготовку первоклашек в школе выплачивают по 7,5 тысяч рублей. На учащихся со 2 по 11 класс по 5 тысяч рублей. На данный момент 30% родителей, всех многодетных родителей Алтайского края, эту выплату получили. И это здорово. Понятно, что всех остальных в течение августа мы просим, предлагаем им обратиться за назначением на портал государственных услуг, либо через МФЦ. Подготовить детей к школе помогут не только материально, но и морально. В учреждениях соцзащиты планируют проводить мастер-классы, концертные программы и квесты. При необходимости детям из малообеспеченных семей окажут и психологическую помощь. У Алтайского края есть все шансы войти в число регионов-лидеров по производству фильмов. По крайней мере, в этом твердо убеждены участники первого международного локейшн-тура для кинематографистов. В конце июля они объехали наш край для того, чтобы определить локации для съемок кино. Каково же было их удивление, когда на территории одного региона они нашли места, напоминающие разные страны. Подробнее об этом, а также о том, как в крае будут выстраивать кинопроцесс, в сюжете Елена Макаренко. Над особенностями произношения пения петуха разными народами, участники международного локейшн-тура смеются, находясь в Солонешинском районе. Это одна из точек первой для нашего региона экспедиции для кинематографистов. В их числе президент известной международной кинокомпании Анжела Сконда. Он впечатлен разнообразием локаций, которые идеальны для натурных съемок. Крутое, крутое, красота. Великолепно. Мы не ожидали, что увидим такую красоту. Немало мест в крае, по мнению экспертов киноиндустрии, не просто красивых, а подходящих для съемок фильмов. Та же Белокуриха напоминает кусочек Европы, Солонешинский район, Новую Зеландию, Куринский – Китайскую Манчжурию, а наше Белое озеро – Вторая Карелия. Но только прекрасными видами не обойтись, говорят кинематографисты. Для съемок профессиональных фильмов нужна инфраструктура. Где именно можно разместить группу, ну пусть даже не 50 человек, пусть чуть поменьше, но в любом случае, чтобы разместилась группа, чтобы была возможность иметь офис для работы, для того же сброса материала, для того, чтобы корректировать работу съемочной группы, питания и актеров, и съемочной группы. И, это что немаловажно, размещение даже на парковке, каравана. Потому что это ведь не один автобус с актерами, а это еще и караван спецтехники. Специалисты говорят, если в регионе полностью отстроят кинопроцесс, то у края есть шансы войти в число регионов-лидеров по производству фильмов, как, например, Якутия. Она после Москвы и Питера на третьем месте по числу кинопроектов и скоро там начнут строить современный павильон для виртуальных съемок. В развитие индустрии активно вкладываются частные инвесторы. В нашем крае, как выяснилось, тоже есть спонсоры, готовые включиться в авантюров. У нас сейчас есть предварительная договоренность. Называть компанию, пока у нас договор не подписан, мы не будем. Потом обязательно озвучим этих замечательных людей. И сделаем все, чтобы они не пожалели о затраченных средствах. Как показывает практика в других регионах, как только случается первый успешный проект, бизнес понимает, что это выгодно на самом деле. Это прекрасный способ продвижения компании на самом деле. Интеграция компании в кинопродукты. Обкатать процесс решили при создании веб-сериала «Чуйский тракт». Для него во время питчинга с участием одного из руководителей кинокомпании СТВ уже отобраны сценарии, которые сейчас шлифуют. И уже в этом августе пройдет кастинг актеров, а осенью приступят к съемкам. Кинопроцессы – это кинотриады, я всегда говорю. Это образование, это производство, это кинопрокат. Вот по всем этим трем точкам сейчас должны быть подприняты шаги. То есть расширение сети кинозалов, обучение ассистирующего состава на киноплощадку, ключевые точки осветителя, звукорежиссера, помощника режиссера. И в то же время и кинопрокат у нас, сеть залов, я уже сказал, не очень большая, ее нужно расширять. К маю должен быть готов пилот сериала, а дальше прокат. Эксперты говорят, от качества данного контента и успеха в его продвижении зависит в целом развитие кинематографа на Алтае. Шанс упустить нельзя, ведь это может быть определенным драйвером для экономики региона. Так бюджет одного только фильма «Волки», который в ближайшее время начнут снимать в Горном Алтае, превышает 72 миллиона рублей. Что касается нашего края, то после локейшн-тура готовность снимать у нас сериал выразила итальянская кинокомпания. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Ко дню города Барнаул красят флагами и разработанными к этому событию плакатами. На праздничных баннерах барнаульцы увидят представителей разных профессий и обычных жителей краевой столицы – школьников, студентов, рабочих, педагогов, учителей, спортсменов, заслуженных работников города. В мэрии подчеркнули, что по мере приближения праздника особое внимание уделят оформлению подъезда в город, основных улиц, главных площадок проведения праздника, а также парков, мест отдыха и прогулок. Напомним, 293-ю годовщину барнаульцы отпразднуют через месяц – 2 сентября. Он прививал любовь к футболу и своим, и чужим детям и воспитал десяток профессиональных футболистов, в том числе капитана сборной России. Это все о народном тренере Геннадии Смертине. На доме, где жила его семья, установили мемориальную доску. Это открыло ежегодный турнир памяти Геннадия Смертина. Дмитрий Дроздов продолжит. В этом доме на улице Панфиловцев 25 много лерь жила семья Смертиных. Геннадий Иванович прививал любовь к футболу всем, не только своим детям, но и мальчишкам во дворе. Старший сын Евгений дошел до мастера спорта по футболу и успел поиграть за московское «Джинамо» и локомотив из Нижнего Новгорода. А Алексея Смертина все мы знаем как капитана сборной России в начале нулевых, а также обладателя золотой медали чемпионата Англии, сильнейшего чемпионата в мире в составе лондонского Челси. Он вспоминает, что в детстве у них не было шанса в прямом смысле обойти мяч вниманием. Ночью встаешь в туалет и спотыкаешься об мяч. А днем, когда ты проходишь мимо мяча, он говорит, ты почему мимо мяча проходишь? Ну-ка быстро в калитку, табурет кидал. Вот примерно так это было все. То есть, по сути дела, в прямом и переносном смысле мы спали с мячом. Он, конечно, нам мешал, ну мне по крайней мере, я его там сталкивал ногами, ну ноги, но он всегда был присутствовал. Семейную историю футбола, повлиявшую на всю страну, сегодня выковечили памятным знаком. Я считаю, что основное воспитание моих сыновей, хоть и говорят, что мама-мама, я считаю, что я на втором плане, потому что они были полностью с ним и зависели от него. И я была более спокойна, не волновалась, знала, что они всегда при нем. В этот же день в Барнауле в седьмой раз открывался ежегодный футбольный турнир памяти Геннадия Смертина. С каждым сезоном география участников только увеличивается. В этом году участвуют футболисты Барнаула, Новокузнецка, Великого Новгорода, Махачкалы и Ульяновска. Некоторые из них впервые открыли для себя направление на Алтай. Достаточно тяжело добирались двумя пересадками. Сначала Казань, смена часовых поясов, Казань-Барнаула. Тяжело, на ребятах это сказывается, но я надеюсь, что адаптация пойдет очень быстро, и мы покажем, соответственно, игру, за которую приехали. На время адаптации команды тренируются в легкой форме, а фурнаульские болельщики, мамы и папы юных футболистов внимательно следят за тактикой соперников. Мы играем в основном в атакующий футбол, то есть все защитники пытаются переводить напорника в нападение. Ну и какую цель для себя вы поставили на этот турнир? Занять первое и второе место. Поприветствовать участников турнира и отдать дань памяти народному тренеру Геннадию Смертину приехал и губернатор Виктор Томенко. Он был человеком, который по-настоящему любил футбол, разбирался в нем, обладал огромным талантом и желанием воспитывать новых футболистов, умел привить им и любовь, и мастерство в этой замечательной игре. По регламенту турнира команды поделили на две группы. Все эти дни они будут сражаться друг с другом, чтобы выйти на финальные матчи в пятницу. В первом туре барнаульские команды встречались между собой. Так Академия Динамо переграла темп 3-0, а Алтай 2-1 вырвал победу у Полимера. Всех поклонников детского футбола приглашают на стадион Алексея Смертина. Игры проходят в первой половине дня. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.